Всех приветствую! Это вступительный вебинар курса Разработка торговой стратегии на базе платформы Wallfix на основе объемного анализа. Курс начнется после 21 апреля. 21 апреля будет еще один открытый вебинар. На котором мы рассмотрим также интересную тему. И еще один будет небольшой вебинар перед Wall Street Online в пятницу. Так что чуть-чуть на полчасика раньше переходите по ссылке. Заодно и вебинар проведем. Так, ну и в принципе формируется уже группа. Этот курс проводился один раз, или прошлым летом. В экспериментарии был вариант. И в принципе он получился. Единственное, что не рассчитали по времени. Он чуть-чуть дольше длился. Не два месяца, а вроде три. Да. Вот. Потому что очень много нужно было проделать работы. И у каждого возможности и свободного времени было по-разному. поэтому чуть-чуть растянулся. Так. Уже были какие-то вопросы в чате. Сейчас буквально кто разобрался в Питер. Олег, смотрите, там на сайте есть очень много роликов в разделе Education, Video Lessons. Пройдите на сайт Wolfix и вы сможете практически ко всем модулям найти видеоролик. Также на канале YouTube очень много материала. Начиная вот как пользоваться платформой, заканчивая что такое Delta, также разработки стратегий. Очень много полезного видео. И Wallshit Online. Подписывайтесь, не пропустите ничего. Вот. Так. Следующий у нас тут. Всех приветствую. Так. У меня вопросы. Успехи на бирже, сделки. Ну, не знаю. Тратить на это время сейчас. Эти все успехи. Много было разных и неприятных. вещей и неприятных. Мне предложили даже книгу такую небольшую написать о приключениях бежевых. Вот. Так что там было достаточно много материала почитать. Вот. Истории разные. Причем, действительно, если все изложить в одну книжку, то получится такой может даже роман. Не знаю. Вот. Но пока нет времени. Так. Собственно, как будет проходить курс. На сайте в разделе Education уровень 3 есть описание. Сейчас я вам укажу. И курс будет длиться месяца два-три в зависимости от уровня студентов. Советую тем, кто только начинает изучать объемный анализ, немножко повременить. И этот курс пропустить на следующий. Записываться. Потому что в прошлый раз как раз был студент. Он немножко переоценил свои возможности. И уже после третьей лекции ему пришлось покинуть группу. Потому что мало опыта, мало знаний в направлении объемного анализа. И, в принципе, поэтому желательно, чтобы студенты были как раз уже опытные. Опытные. Не только в плане Волтикс и объемного анализа. Но, в принципе, уже имели опыт торговли на бирже. Фьючерс или Форекс. Главное, чтобы знали архитектуру, структуру трейдинга. Базовые моменты. Ну, очень-очень приветствуются, конечно, знания объемного анализа. Хотя бы Basic. И знания платформы. Ну, Андрей, ведь опыт по сливу – это тоже опыт. Я думаю, все знают, как на самом деле появилась первая лампочка. Да. И десять тысяч способов, как не делать лампочку, человек узнал. Поэтому в этом даже его за плечами не носить. Поэтому опыт всегда полезная вещь. Так. Значит, курс будет происходить таким образом. В начале Волимэксперт что-то вообще ничего. Ну, у меня так точно. Волимэксперт. Без понятия. Значит, на первых лекциях, на первой лекции мы познакомимся и у вас должна быть такая уже готовая картина, какую стратегию хотите, в каком направлении вы хотите ее разрабатывать. Если у вас уже есть стратегия, но нужно ее доработать, протестировать, добавить какие-то критерии, снизить риски, то есть тоже хорошо. Если нет вообще стратегии, тогда примерно какого стиля стратегия. Контртрендовая, скальпинг, интродэй, мульти. Мы будем также рассчитывать стратегию относительно важных параметров. Мы их сегодня затронем. Это счет, это время, это ресурсы, это возможности. Вот. И затем идут ключевые такие моменты. Это сбор информации по инструменту, сбор информации о рынке, статистика, сравнительные модели, поиск закономерностей, отбор критериев на вход, отбор критериев на отсекание точки входа, сопровождение, закрытие позиций. Это все будет прорабатываться на курсе, как на лекциях, так и на практических занятиях. Уже сформирован скайп-чат группы желающих и там будет все обсуждение проводиться. Советую выделить время, потому что нужно будет много работать, много собирать информации, работать с ресурсом платформы Волфикс. Это база данных, это очень большой плюс. Также постараться не пропускать лекции, не филонить. То есть те, кто рассчитывает, что на курсе получите просто А, Б, Ц действие и в результате миллиона этого нет. Будет, так как нужно поработать. Никаких гралей нет, вот, в плане вообще. То есть на финансовом рынке нет никаких гралей, которые все ищут какая-то стратегия безотказная, безрисковая, никаких даже просадок не дает. Это все такие вот маркетинговые приемы форекс и делинг не культурных центров. Рынок это такая же самая работа, как и бухгалтер. Ежедневная, рутинная работа, одна и та же информация, обработка, поиск, сравнение, принятие решений, критерии, сопровождение, мани-менеджмент, риск-менеджмент, поэтому нужно поработать и постарайтесь выделить время на весь курс. Так, значит, основа торговой стратегии. В принципе, торговая стратегия это набор каких-то действий, да, принятие решений, анализ, сравнение, в результате которых заключается торговая сделка и сопровождается. Значит, в основе вот этих всех критериев, анализа, сравнения должны лежать весомые и важные аргументы, факты, информация. То есть, тем ближе к инсайду, тем как бы в качестве не будет вход, то есть отбор точек входа. Все возможные стратегии, которые базируются на просто мувингах, пересечении каких-то мувингов, облаках и шумоку, это в основном стратегии построены на ожидании. То есть, ожидают, что вот оно, рынок относительно какой-то там линии нарисованной отпрыгнет. Это все как бы на этом курсе отсекается и мы будем работать чисто с информацией, которая идет прямо с биржи. То есть, это такой некий технический инсайт, который поступает к нам на сервера, мы его структурируем, мы его подаем в достаточно удобном формате. то есть, отталкиваясь от этих данных, мы прорабатываем различные варианты, поиск закономерностей, отбор критериев, которые очень важны. А критерии у нас и время, и цена, и объем. То есть, 3D-маркет. Это особенно объем и его маркировка по BDASC, то есть, дельта, важная составляющая, потому что именно большинство стратегий, которые трейдеры применяют и разрабатывают, это либо контртрендовые сделки на минимуме, либо максимуме, вне зависимости от таймфрейма, либо скальпинг, но это тоже. Либо же по тренду на пробитие каких-то ключевых уровней. И именно в этих точках, особенно контртрендовые стратегии, объем достаточно такой фундаментальный аргумент, который может либо дать критерий на вход, либо, наоборот, запретить открывать позицию, потому что, например, не хватает объема в этой точке для разворота рынка. Именно крупные объемы двигают сильно цену, и если вы посмотрите на Cluster Profile, даже на 15-минутном интервале, то все сильные движения, они сопровождаются с выбросом объема, то есть кэш. Стратегии, в принципе, от позиционных до скальпинга. Есть также возможность разрабатывать арбитражную стратегию, но и статистический арбитраж. Именно не basket, а именно только статистический, потому что, имея историю, у нас есть также поиск. Это DeltaSearch, вот он. Мало кто его использует, но он есть, такой незаметный модуль для поиска статистических арбитражных пар. То есть, в принципе, можно проработать настолько детально любую пару, что прям до 100+. То есть, на каком уровне чаще всего срабатывают отсекатели и на обход. То есть, время первой дельты, второй дельты, сколько времени в среднем арбитраж работает, максимальная дельта в арбитраже, минимальная дельта. Ну, в принципе, здесь достаточно много колонок и параметров. Так что, разработать по арбитражной, причем валютные фьючерсы, индексы, можно даже тестировать, пробовать абсолютно не стандартный набор пар. Есть даже интересные варианты. Так, значит... Учитывая, что вся стратегия на... Вернее, как бы любой анализ рынка построен на сравнении информации, полученной в прошлом. Да, то есть, у нас есть какой-то архив знаний и опыта. Мы сравниваем с какими-то моделями, какими-то ситуациями в прошлом и принимаем решение. То есть, входить здесь, либо же не входить. Но результат сравнения — это определенные критерии. Range, Time, Объем, Delta. То есть, это уже четыре параметра. Но их, на самом деле, больше — порядка 15. Любую модель, которую вы берете в основе на вход, ну, к примеру, загрузка на максимум. Да, вот, максимум дня локальный, на Артейске был. Можно там ходить или нельзя. Описание модели идет как раз вот по этим трем направлениям. То есть, время, цена, еще и объем. Базовое. Еще дополняется Delta. Открытый интерес. Все тоже будет изучаться. Сбор информации. Вы не поверите, но некоторые трейдеры даже толком и не знают рынок, на котором они торгуют. Среднестатистический рейт дня, либо же волатильность, даты экспирации. То есть, такие базовые вещи, которые нужно знать даже, когда вас ночью разбудили. Вот, даже такие вот вещи иногда не знают. Поэтому подготовка — это первая лекция будет. Подготовка, фундамент, сбор информации и сбор статистической информации, проработки на истории. Поиск, сакономерности, модели — это все как раз входит в этот раздел. Затем, после того, как есть на руках уже большой такой архив информации, идет отбор критериев важных, которые будут указывать на ключевые вещи. То есть, можно обходить, нельзя, опасно. Снимают стопы, не снимают. И это все в раздел «Критерии». Ну и затем тестирование, проработка уже на реальных торгах. То есть, следующее, что не учитывают трейдеры на первом этапе. На первом этапе важно, во-первых, оценить свои ресурсы. Ну, у меня был такой случай, на почту пришло письмо и трейдер задает вопросы о торговле, о торговле на валютных фьючерсах. Ну, я ответил, но, грубо говоря, в ходе переписки оказалось, что этот человек продает автомобиль, вот, потому что у него нет средств на торговлю и планирует на эти деньги торговать. Я его отговорил от этого действия, потому что это никуда не годится. То есть, в зависимости от того, какой торговый счет, также важно просчитывать и саму стратегию, потому что также подбирается рынок под торговый счет. Если счет небольшой и вы хотите быстро зарабатывать сильные движения, то, например, на бандах этого не получится. Да, то есть, подбираются более такие волатильные инструменты, как там нефть, золото, валютные фьючерсы, евро, то есть, ну, S&P уже в средней категории, раньше он был менее волатильный. Вот, также крупные счета, да, к примеру, у трейдера достаточно крупные счета. На золото эти счета не пригодятся, да, то есть, во мне можно разместить такой крупный объем. Возможно, акции, те же самые эти фишки, либо же крупные индексы, более такие объемные, ликвидные, то есть, вот такие нюансы. Потом очень важно время, то есть, у трейдера фулл-тайм, время свободное на торговлю, либо же, там, два дня в неделю, либо только вечером, потому что это важно. К примеру, по стратегии точки входа в основном проходят, там, первую половину дня, а вечером их нет, да, а трейдер может торговать только вечером. То есть, вот такие нюансы даже не рассматриваются, а это очень важно, потому что... Так, что... Полгода назад сегодня это небольшая разница, как говорится. Статистику не нужно каждый день корректировать, есть определенные параметры, которые обязательно нужно корректировать, хотя бы, там, раз в месяц. А остальные, в основном, в конце контракта. Контракт закончился, если, там, трёхмесячные фьючерсные контракты. Собирается статистика, да вы, в принципе, по ходу торгов, видите, увеличились, например, там, ликвидность, либо волатильность, либо время формирования каких-то моделей. То есть, если да, то собирайте статистику, у вас уже в таблице Excel есть данные, вы просто формулу поставляете значения и ничего здесь сложного нет. А то, что рынок меняется, это да, я не спорю. Так, есть среднее значение определенных данных. Тем более, есть стратегии, которые не каждый день нужно позиции открывать. То есть, скальпинг, например, там, 10 сделок в день, это другой вопрос. Но есть такие стратегии, которые вы, как снайпер, вы ожидаете определенную ситуацию, определенные моменты на рынке и уже в эти дни начинаете искать точки входа. До этого вы просто в ожидательный, как это, кто это говорил, побеждают те, кто умеет ждать. Вот это, наверное, в трейдинге тоже очень важно. Также будем работать с такими моментами, как дисциплина, потому что, наверное, уже 60% в трейдинге важная составляющая это дисциплина. Придерживаться правил основных, причем правила появляются точно так же, как и техника безопасности на предприятии, только там кровью пишутся эти правила техники безопасности. А здесь за каждое правило платится большая сумма денег. Поэтому, чтобы сэкономить, просто придерживайтесь правил и не платите за них. Так, дисциплина также в плане придерживаться четких критериев и алгоритма стратегии. В группе могут быть абсолютно разные инструменты. Каждый будет работать со своим. Если, к примеру, есть трейдеры, у которых совпадают инструменты, им еще проще. Просто будет делегироваться работа на сбор информации. Мы в прошлый раз так и делали по S&P. Просто в одну таблицу все скидывают данные и у всех есть информация и история. Сравнительный паттерн. На самом деле, каждый трейдер ежедневно выполняет функцию сравнения. То есть, он сравнивает в прошлом какие-то модели. Вот он видит сейчас ситуацию на RTS. И есть даже такое выражение, что между новичком трейдером и трейдером со стажем на самом деле не большая разница. То есть, просто у трейдера со стажем очень большой багаж знаний и архив вот этих различных моделей, ситуаций. И он сравнивает просто быстрее. То есть, у него есть чем сравнивать. Поэтому на курсе вы будете формировать такой папку архив определенных моделей, определенных ситуаций, их структурировать. Например, там модели, реверсивные сессии на неделю на покупку. То есть, к примеру... Вот, сам я сделала. То есть, вот у нас есть 12 тысяч слов. Вот, реверсивная сессия. Если посмотреть на котировку, то кажется, что там просто энное количество моделей, энное количество вариаций разворота. Но если поработать на истории и структурировать все точки разворота на продажу, точки разворота на покупку, то не так уж и много этих моделей на самом деле. И вы сможете их достаточно легко определять. У вас просто будет скриншот этих всех сессий. Вы будете расписывать, где что и как, на что обратить внимание. Так же архив ситуации, когда идет манипулятивное сбрасывание стопов. То есть, как это определить. То есть, тоже все критерии будут учитываться. Ну, немного на самом деле. Где-то 26 или 23, 28, да, 28. На покупку, на продажу чуть меньше. Это S&P. Вот. Рынки, которые менее популярны, там модели меньше еще. Вот. Так. Значит, возможности и с чем мы будем работать. Значит, очень большая и конкурентная возможность среди других трейдеров это использование как раз архива биржевой котировки. Она хранится по всем популярным инструментам. То есть, наиболее торгуемых больше, чем за 3-4 года. То есть, каждого трейда. Каждый трейд хранится на серверах. Вы можете, там, в 2012 год подгрузить, обработать его. И у вас эти данные, вот, возьмите и работайте с ними. Большинство торговых платформ и аналитических платформ не имеют такой возможности. Поэтому и разработка торговых стратегий упирается просто тупиково. Нет возможности найти закономерность. То есть, закономерность можно найти только проработав с историей. И чем больше, тем лучше. Вот. Поэтому, первое, это конкурентная, это история. То есть, можно и дельту посмотреть в любой день на открытии биржи. То есть, какой вы захотите. Например, там, евро. У нас есть данные даже из будущего. Вот. Апрель. 15 апреля 2014 года. 21 апреля 2014 года. 40 апреля 2015 года. 18 апреля 2014 года. Меняем контракт. Апрель. 3 апреля 2014 года. И перемещаемся в крошлый. cherish из прошлого. то есть это было год назад но есть в доступе, пожалуйста можно рассмотреть как разворачивают на покупку сильно ли изменилась модель разворота на продажу это все можно проработать и получить достаточно очень весомые знания и информацию также статистику и структуру и список моделей следующее это обработка информации то есть поисковики различного типа на первых этапах вы будете очень активно использовать volume search слава богу ввели уже режим показателя средних данных ну вот, к примеру, пятиминутный интервал за этот контракт по еврику вот у нас есть данные нам полезны колонки max volume, total volume bar size и даже trades нам интересны это все нам надо по стандартному по max объему и total есть даже вот среднее значение но это full day данные но это full day данные если взять чисто по американской сессии немножко данные вот видите, данные уже другие то есть есть таблица просмотрели сравнили по рейтингу выписали то, что вам нужно все, не нужно тратить время также есть по кроме сортировки и поиска информации market profile различные профили их шаблоны в принципе, если для стратегии надо то мы их проработаем значит еще есть range bar chart также тут очень большой плюс для тех, кто будут формировать другую стратегию это в программе постепенно появляются различного типа алерты причем они могут приходить прямо на email поэтому какие-то ключевые моменты вы не пропустите и вам нужно объемный бар пожалуйста как только появится этот объемный бар свыше 2500 контрактов вы об этом узнаете ну, к примеру давайте сейчас поставим 1 10 все, я поставил 10 ну, в общем один контракт это маловато сейчас засыпет алерсами вот, то есть следующая работа с тиковыми данными причем также есть поисковик тиковых данных объемов самый точный в мире график это тиковый ну, точнее уже наверное некуда да, то есть минимальное движение рынка все прорисовано причем здесь можно также накладывать и дополнительный график тиковый микроарбитраж микрокравиации для стратегии очень большой плюс и большой вариант и возможности работы с маркировкой объема по BDASK такой модуль ClusterChart здесь есть и по ценам и по времени и общий total веком кумулятивно и в процентности и вплоть до целого дня интервал то есть можно даже смотреть по сессиям давайте посмотрим как там сегодня RTS по дельте выступил то есть все это все мы будем использовать применять согласитесь интернет трейдинг развивается просто с 7-ми шагами и если в арсенале вашем нет не то чтобы там сверх инновационных каких-то технологий а ну даже фундаментальной информации как объем торгов торгуют с биржей то это большой минус то есть просто уже ценой и временем конкурировать против других трейдеров сложновато ну и с учетом того что помимо конкурентов на рынке еще есть маркетмейкеры различные алгоритмы высокочастотные трейдинг они конечно уже сильно конкурируют и даже мешают очень сильно так ну в общем если у вас где-то на два месяца слишком много свободного времени записывайтесь в группу записывайтесь в группу вот это описание 10 апреля перенесли поэтому вместо 10 апреля будет 17 кран пятница перед ул сут онлайн два месяца но возможно будет больше лекций в зависимости от группы компетации и как будут справляться на празднике будет перерыв вот поэтому ну задание будет дано как раз такое чтобы если вы на празднике не будете отдыхать захотите поработать то в режиме email либо же skype общение можно будет проработать домашнее задание и сбор информации все общение будет skype чат ну плюс лекции вот в принципе и все короче 30 тонн дельта сегодня у нас по РТС ну вот три сессии с 13 числа вот идут на таких сильных агрессоров идут по РТС пока нефтянка Богуслава способствует продолжению роста и такая немножко заменка на сотки в принципе ожидаемая реакция учитывая что там был массив как раз возле сотки сформировано продажу достаточно длинненько помешало сброс покупок которые еще в начале контракта разместили вот обратите внимание на уровень ликвидности 962 тысяч контрактов миллион 200 это вот феврале миллион триста 16 декабря щипали 62 здесь вмешались скорее всего ЦБ то есть ключевые точки особенно реверсы развороты проходят на повышенной ликвидности поэтому как критерия объема замки важно очень очень так давайте вопросы по существу по рынку по курсу постараемся сейчас ответить так также те кто есть приходите на вот сет онлайн пятницу разберем текущие торги рынки выделим уровни и сценарий на следующую неделю торговать онлайн да да это практика открытие биржи и сколько нужно будет прорабатываться онлайн вход выход сопровождение по платформе да давайте напишите либо же на почту сейчас я напишу до курс будусти я Так, у нас вопрос Калек. Пройдите на сайт, прочтите о чем вообще курс. Разработка торговой стратегии. От А до Я. Курс по платформе. Ну, это, скорее всего, базовый курс в записи. Можете взять, там очень детально прорабатывается работа с платформой и базовые аспекты. Опять же, на IML отдел обучения А, еще было бы очень мне интересно для команды трейдеров стратегия и стратегия работы вообще команды трейдеров. Это было бы очень интересно. Так что, если есть, все пока еще в силе насчет виртуального фонда и отоследования. Лично я считаю, что команда трейдеров куда конкурентнее, чем один трейдер. это уже на себе проверено. Запись этой, вот этого собрания. Гера, в начале лекции мы об этом говорили в записи. Посмотрите, пожалуйста, там. Ну, микрофон у меня такой не очень, поэтому... Так. Да, запись будет на сайте точно и на канале YouTube. Так. Владушки. Да, покупаю же микрофон. Уже столько их купируешь, что... Так.